Меня зовут Оксана Ивановна. Я преподаватель китайского языка с 20-летним стажем. Пятый год работаю в школе иностранных языков ЕС. Окончила Омский государственный педагогический университет. Прошла практику в китайском городе Даляй. После пять лет работала замдекана в университете и занималась научными исследованиями и публикациями в области китайской педагогии. Уже десятый год специализируюсь на преподавании и методике преподавания китайского языка. Второе образование у меня экономическое, что позволило мне работать в китайских компаниях на руководящих постах, что помогло не только мне улучшить свой уровень китайского языка, но и узнать китайскую культуру намного ближе. Для меня цель обучения – это не только развитие навыков всех видов речевой деятельности, но и успешная сдача моими учениками международного экзамена по китайскому языку «ЭЧСКИ». Первую начальную ступень мы проходим за 10 месяцев и начинаем почитать адаптированные книги на китайском языке. Каждый год мои ученики из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана успешно сдают экзамен без исключений. Уезжают на стажировки в Китай, поступают в московские вузы на специальности с китайским языком и становятся призерами школьных олимпиад. Мы изучаем основной и официальный диалект китайского языка «Путун-Па». Ввиду отсутствия алфавита и каких-либо изменений форм, а именно отсутствия падежей, склонений, споряжений и окончаний, китайский язык считается самым простым в сино-тибетской языковой группе. На базе китайского языка образовались такие языки, как японский, вьетнамский и корейский. Кроме того, китайский язык можно изучать не только как цель коммуникации, но и для общего развития ребенка, так как китайский язык является единственным языком, который развивает все виды памяти, а также абстрактное и логическое мышление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!